Всем привет! Продолжаем WoW Classic. Остановились мы на девятом левеле. Я тут начинал делать квесты уже посложнее. На этом острове я все выполнил. Начальное, конечно же, все сделано. И вот здесь, возле замка, уже все сделано. Сейчас будем вот это все продолжать делать. Так, сейчас выставим. У нас всего-то, по сути, два задания сейчас, на данный момент. Но там можно побольше их взять, чуть выше сходить. Я, наверное, вот эти пока вначале сделаю задания. Или сходить вообще в город, не знаю. Пойдем пока так. Мне нужен десятый левел. Я сгоняю в Агримар, возьму у тренера квест на питомца. Там надо будет одного приручить, потом второго, потом третьего, и все. И потом дадут скилл. Только вернуться назад надо будет. И после этого уже начинается реально намного легче в хантом играть. Потому что сейчас довольно-таки сложновато. Так. Напоминаю, что играю я на ПВЕ-сервере. Здесь мало игроков. Это единственный ПВЕ-сервер русский. Там, по-моему, два ПВП или даже три, я не помню. Но один очень ненаселенный один ПВП. Пламя... Пламен... Пламя... 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 Пламягор. Вот. Самый популярный. Я выговорить не могу это название. А у меня... Хроми, по-моему, называется мой сервер. Вот такие дела. Сейчас я сделаю этот квест. Мне кажется, будет продолжение после него. Поэтому давайте сделаем его. О! Он будет стрелять. Класс. Как его назовут? Разведчик. Вот разведчиков кайфово убивать сейчас будет. Вот этого не очень кайфово. Этот, кстати, квест 10-го левела написано. Но пока что они легкие, вот эти вот мелкие. У них низкий левел. Но там, наверное, чуть дальше надо будет посложнее убивать, посильнее. Значит, сейчас посмотрю, есть ли тут вообще судук. Часто тут бывает судачок. А я люблю судаки. А, это ж разведчик. Куда я бегу? Можно просто стоять и наслаждаться стрельбой. Так, у нас кто там? Так, а чего у меня слетело тайне? И как она там? Чё она показывает вот здесь, а не здесь? О, начала работать, кстати. Тема. Вот почему она справа показывает? Если она должна... Там, где эта мышка. Я не понимаю, что это. Сейчас посмотрим. Чё-то с аддоном какой-то глюк. Интерфейс. Модификации. Вот. Мышь. Мышь. А, так у меня и не стояла, что ли, где мышка. Да, и что теперь стало? Что это такое? Блин, у меня такой не нужен тайный тул. Он, по-моему, просто глючит. Вот он, вот так должен работать. А он иногда не работает. Но сейчас вроде заработал. Глюки. Так, ну что, разведчик. Это приятно. Значит, нет тут разведчика и свина... Свинобраз. Один остался. Сейчас мы всё сделаем. Со мной, кстати, тоже девятого левела. Тролль. Я не одинок на этом серваке. Хоть тут игроков мало, но кто-то ещё играет. Так, вот этого надо. Сундучка я не вижу, к сожалению. Нету сундучка. Нету сундучка. Упс, чувак. Ты как-то справишься? Надо ему, наверное, помочь. Давайте этого заберём. Эти ж не побегут на меня, надеюсь. То, что я этого заберу. Или побегут? Ну, я бегу. Стреляют в меня. Я ещё умру здесь. Уберётся бутылочку пить. Так, вот одного забрал. Может быть, и второго поможет забрать с меня. И стоит помогать, видите. Там много мы... Или убегать сразу. Ой-ой-ой. Иначе вот такой вот получается. Всё. Там-то даже лутать не буду. Пойду на другую сторону. Вот там вот более сильные... Остались. Ну, кстати, раптор надо запомнить. По-моему, надо будет одного раптора. Вот, кстати, и кабан здесь есть. Как они называются? Лютый пятнистый ветвь. Кривопалый... Как там? Кнутохвост, походу. Блин, вот почему мне не нравится русская версия? Здесь, смотрите, на рамке полное название, полное имя не помещается. В английской же всегда вроде влазит. Или тут у меня аддон как-то так делает. Нет. Скорее всего, тут просто. По-моему, в английской нет такого, что вот три точки и непонятно название. Там как-то более компактно это всё сделано. А здесь вот неудобно считать. Пылебег из племени. Давайте пылебега убьём. Он, кстати, может кастовать. Не будет бежать ко мне, нет? По-моему, он сейчас будет кастовать что-то. Блин, он ещё хилится. Ненавижу это. Хилка это. Да, он хилится. Мне нужен скилл, который замедляет. Я бы мог сейчас замедлить его и отбежать, например. У меня, кстати, топор, походу, очень плохой. Лук, понятно, стандартный. Лук тоже можно улучшить. А, ну топор, кстати, лучше, чем лука у меня. Топор у меня нестандартный. Так, ну что, пробуем этого. Промах у меня. Не попадаю. Снёс меньше 100 здоровья, пока кайтил его маловато. Десятый левел. Уже много здоровья. И армуджи повышаются у них с каждым левелом. По сути, я могу только это задание сделать. Второе задание нужно, чтобы кто-то помогал мне. Сейчас пока что рановато дойти, что я сел. Присел на дорожку и что-то. Перевязки можно делать. У меня тут много накопилось. Можно, кстати, переплавить. Я тут находил залежи. Сейчас тут залежи нету. Но если вот так пройтись вдоль горы, там, я думаю, что-нибудь найду я. Сто пудово. Так. Свиток духа. Давайте заюзаем страх. Так, снова это чувак. Пыли кто-то там. А, вспомнилась история, как какой-то хант качался полностью до семидесятого левела, по-моему, в БК. Или в Лич Кинге. Не помню. До восьмидесятого, может, и дальше. Он использовал только ближнее оружие. У него ни разу не выстрелил, короче, за всю прокачку. Он вблизи там. И он, кстати, нормальный ДПС выдавал в рейдах. Не так все плохо было, как кажется. То есть, там, он специально в какие-то собирал вещи, там, на ближний бой, что-то такое. У него нормально. Там трапы ставил, короче, трапы тоже много наносят. В общем, ДПС был у него норм. Ну, конечно, не такой, как у других полноценных классов. Но, все равно. У него же Пет был. Я так понимаю, он с Петом считал ДПС. Петом с Петом, да. А без Пета, конечно, нормального ДПСа быть не может. Пет очень много наносит. Это вообще ничего не снес. Я, кстати, его не убил, но... Давайте сделаем вот эту штучку имбовую. Отбежим. Ну, кстати, она даже не убирает этот Супер Клей. Выстрелы мои не убирают. Это очень крутая тема. Жалко, что все скоро закончится. Ну, у меня будет уже Пет. Мне не надо будет уже так делать, конечно. Сейчас Пета нету. А, у меня еще прикольная вещь. Вон, похищение жизни и уражеской цели. И себе передать можно. Себя подхилить еще и забрать. То есть, вот этого чувака я могу с одного раза убить практически, если прокнет там 125 урон, типа. Так что, это еба. Можно, конечно, заюзать сейчас по приколу, но я думаю, что будет более жесткая ситуация. Вот опять она почему-то справа появляется. Вот эта штука. Давайте попробуем рело... Релоуд? Может быть, нет? Она появляется вон справа. У меня курсор здесь. Она не видит, где находится мой курсор, короче. Вот и все. Не, ну, не видит. Я не знаю, что делать. О, кстати, дубинка я могу юзать. Не, она лучше моей... И она одна ручка, но я еще скилл не выучил этот. Так, у меня остался, что, один-один, да? Один такой и один другой. И все, квест выполнен. О, вот это я могу взять. А, нет, кинжал тоже не могу. Че-то вообще ничего не могу взять. Ну, шо ж такое. Шо ж такое. Шо ж такое, шо ж такое. А, вон я сундук вижу. О, так там еще редкий этот чувак. У меня трапов нет. Трап нету, да, никаких? Так бы поставил, как-то откайтил бы. Можно попробовать по приколу. Но это челлендж... А, вот с этой штукой я его убью, кстати. Давайте попробуем. Блин, правда, сейчас закайтить не получится, потому что сейчас все, по-моему, помегут. Это его охранники личные. Волшебный огонь на меня кастует. Хотя вот по-дому нормально. По-дому нормально получается. С уклонением на руку. Блин, этот чувак сейчас мне помешает. Он сам его сейчас увидит, не? А, кстати, я могу его одному сейчас закайтить. Зачем мне того убивать? Я сразу, во, вот он. Сейчас я подожду немножко, чтобы мана была. О, хуй. О, это что? Подождите, это капитан? А что у него так много здоровья? По 40 бьет. Да я его в жизни не убью. Да я вообще не знал, что у них может быть столько здоровья. 600 здоровья. Как его убить-то? У него должно было максимум 200 быть. Ну, хорошо, 300. У всех мобов сейчас 200 здоровья, а у него 600. Как три моба. И бьет он по 40. Как-то очень странно, если честно. Я такого не помню, чтобы такое... Это сложнее, чем какой-нибудь босс в инсте получается. Но это не элитник получается, он же редкий написан, или это ошибка? Блин, как хочется в нормальную версию в английскую играть, чтобы там было нормально. Все просто в английской версии... По-моему, на русских серверах с английской версии нельзя играть, как я понял. И это очень странно. Ну, я же квесты читаю, мне это нужно только, чтобы квесты были по-русски. А все остальное скиллы, все что угодно может быть, мне все равно. И название этих мобов мне без разницы. Но, блин, 600 здоровья, я его даже не могу закайтить. Если бы у меня был аспект быстро бегать, я бы его закайтил, но у меня нет этого аспекта. Да я даже с этим чуваком его не убил. Это невозможно. Это я уже чувствую. Ну ладно, я квест... А, нет, я не сделал квест. Вот этого, да, последнего надо, значит. Страж, боевой страж, да? Короче, я знаю, что он здесь. Тут не так много людей на серваке. Если, короче, я возьму пета, а я с петом его убью. Аккуратно, но убью. Не спеша, пока здесь придется. Но я его убью. Всю ману потратил на него. Хотя у меня не полная мана была. Так, еще один тролль тут бегает. Если бы был какой-нибудь, типа, 12-й левел, можно попросить было вместе попробовать убить. Тут, кстати, кабан. Есть старый крабчатый вепрь. Он тоже ничего так... Наверное. Если себе взять его. Так, дальше повыше, если пойти, там есть квест девятого уровня. В агримаре что тут есть? Тайные враги. Убить тварь. Здесь какой-то приказ. Наверное, надо... А, да, я помню, будет предложение, наверное, если я сгоняю в агримар. Сюда. Ну, я, наверное, десятый вначале возьму. И потом пойду. Нет смысла идти раньше десятого. Потому что я сразу ухантаю. Тренер возьму квест. Возможно, этот тренер квест дает и здесь, я не знаю. Не обязательно в агримар, наверное, идти. Не, вернее, преквест к нему. Вначале он скажет, типа, поговори с тренером в агримаре. И ты идешь туда, с тренером говоришь. Что-то типа того. Нужен пет, нужен пет, нужен пет. Без пета, конечно, хант не хант. Ну, хант как бы хант, да. Но он в ближнем бою просто беззащитный. Хотя он и так, и так беззащитный. Но у меня еще трап просто нет. Были бы трапы, можно было что-то придумать без пета. А так вообще никак. Нету пета. Я бы ставил 120 фпс ограничения. Мне так более приятно играть. Я расскажу всем, что иглогривы прогнаны со своих обжитых мест. И что их жилище надо сжечь. Теперь, когда племя иглогривых изгнаны из Дуротара, границы нашей новой родины станут значительно безопаснее. Главное сила. Все. Больше ничего не дали, кстати. Я пойду наверх. Вот там есть квест на Гарпий. Там их реально много, убивать надо. Я там десятый возьму. Получу. Что ищешь? Я вот не знаю, какую там я вторую профессию. Скининг хотел взять? Может и возьму скининг. Посмотрим. Ну что, больше пока квестов на карте нету. Может быть тут не все показываются квесты. Но я так не вижу больше квестов. По-моему, в Агримар вот здесь где-то квест дадут сверху. Там какая-то пещера есть. Правда, почему-то ее нету на карте. Но где-то здесь есть пещера. Туда надо идти и там кого-то убивать. А, нет, наверное, может быть сюда дадут еще квест. Вот тут вот в пещеру. Там тоже медальон какой-то выбивается. Шанс дропа типа 5% или что-то типа того. Блин, это сверху до залежи. Не собрать. Ну что, идем. Не спеша. Квест у меня по сути один. Второй я не могу делать. Он 12 левела. Да тут сапоги, которые даже не зеленые. Просто 40 армора. А у меня что, 16 армора. У меня был лук получше. Но я не буду, наверное, качаться. Я буду без использования аукциона. Но максимум, может быть, только сумки там купить. Есть смысл. Ну, чтобы типа шмотки все выбивать самому. Так интереснее играть. А то на аукционе, ну, все можно купить. Понятно. Так будет интереснее, мне кажется. Все вот прям с квестов. Все, что получается. Ну, я в инсты тоже похожу. Похожу, но не так вот, чтобы все квесты просто сделать. И в первую очередь ради этого. То, что если там не выпадет, мне ничего, ничего страшного. Я ради квестов иду. Хотя лук там прикольный. Вейлинг Авернс. Если посмотреть. А, здесь его и так не посмотреть. Да, надо сюда нажимать. Как он там? Вейлинг Авернс. Вот. Здесь прикольный лук. С кого он там под? Вот с этого. 9,6. Есть вероятность поражения удаленной цели снесением урон силы природы. То есть 31,45 еще можно нанести время от времени. Прикольный лук. Я бы его убивал. Прикольно было бы. Так. Союз ремонтников. Время, деньги. Я Резлак. Один из ребят Газлоу. Шеф послал меня на помощь оркам в Дуротаре. Все бы хорошо, если бы не проблемы с караванами. Точнее, с охраной караванов. Как ты думаешь, можно ли работать, когда караваны все время грабят? Последний караван. Они мне клялись, что он уже точно дойдет. Перехвалили гарпии пыльного ветра. Как его? В каньоне колючего ветра. Перехвалили. Перехватили. Давайте еще раз. Я просто только встал. Хотел сразу поиграть побольше. Сегодня пройти. Все квесты хочу сделать в этой локации. В Агримаре еще что-нибудь. Ну и пета нормальная. Типа это чтобы спеть. Я от это еле проснулся и как-то спешу просто. Ладно, давайте читать еще раз. Квест называется Ветра пустыни. Последний караван. Они мне клялись, что он точно уж дойдет. Перехватили гарпий пыльного ветра. В как его? Каньоне колючего ветра. А мне этот груз позарез нужен. Я без него как без рук. Ступаю по большому каньону на юг. Там будет расселена идущая с запада на восток. Хорошо. Это я все знаю. Так, челик тут. Сел такой. И я просто не хочу в город идти. Потому что мне нужен десятый. Получу десятый. Кстати, а здесь я вот не знаю. Можно ли пройти гарпием вот с этой стороны. Вот я вот это не помню. А, есть гарпи, значит. Можно. Кстати, седьмой левел всего. И они может быть сдалека еще атаковать будут. Вообще будет шикарно. Нет, сдалека они не атакуют. Ну там вторые гарпи можно сдалека. О, залежи. Это хорошо. Пойдем туда сейчас заберем. Заберем залежи. Я, наверное, скиннинг возьму реально. Это хочется что-то крафтить. Но скиннингом не покрафтить ничего. Ну, типа, если я аукцион не использую, тогда что-нибудь крафтить. Было бы неплохо. Ну, тогда надо будет покупать на аукционе. Я просто взял уже майнинг. Можно и майнингом, конечно, что-то крафтить. Но... Ну, блэксмитинг взять, да, и крафтить. Но что-то мне не очень этот вариант нравится. А, здесь мешок припасов надо собирать, да? То есть с них ничего, может, и не падает с этих гарпий. А, по-моему, на гарпий потом квест будет, не будет? Прямо просто их убивать. Я вот это не помню, если честно. По-моему, я как-то долго здесь был, и у меня был, типа, квест убивать их. Ну, возможно, я что-то не то помню, но все-таки... Что-то у меня какие-то воспоминания остались по этому поводу. Ну что, забираем. Вон мешок вижу. Чтобы пройти, тут надо всех просто зачистить. Ну, точно 10-й левел будет. У меня двойной опыт еще остался, я не играл неделю где-то. Неделю не играл, накопился опыт, так что все отлично. Все четко. Так. Ой-ой-ой-ой-ой, тут раптор был. Ай-яй-яй-яй-яй. Какой же я невнимательный. Придется просто в ближнем бою раптора пытаться убить. Давайте смотреть, у кого больше здоровья будет. По 10 он. И я 10 наношу. У нас одинаковый урон, у меня только вот этот удар чуть сильнее немножко. Четвертый урон. Сейчас вообще пятерку нанес. 14. Ну, я как бы убью, но... Супер круто. Да, что он по мне критами не может иметь, а я бью по нему критами. В этом преимущество. Так. Блин, а тут реально долго туда идти, я не знаю. Тут надо еще туда сходить, квест. Пропавший, но не забытый там еще. А, пробавший, не забытый, это квест на... Крокодилов. Там шанс что-то... Медальон выбить с крокодилом. Кого-то сожрал, и там какой-то медальон надо найти. И отомстить. Типа как он... Из-за того, что кого-то съели там... Кого-то... Ну, там типа дроп 5%. Крокодилов 20 можно убивать, не дропнется. А может, с первого выпасть, как повезет. Как повезет. Так, вот эта гарпия может быть кастует. А, не, у нее нету маны. Так, ну мне надо сюда. К этой гарпии. Круто, у меня просто ком подвис. Субтитры сделал DimaTorzok